Ковардак на работе А если вы подчиненный и большой страшный босс вызвал вас на ковер, главное не нервничать. Может быть он просто хочет, чтобы с ним позависали и устроили эффективный мозговой штурм. А секретарша Любочка совсем не стервенеет, а просто нетерпеливо ждет, когда кто-нибудь наконец похвалит ее походку. И непревзойденный макияж. Не теряйте рабочей активности, умеете расшевелить даже самых тухленьких сотрудников. В конце концов, всем пора бы уже заметить, что заряд именно вашего энтузиазма способен окрылять. И распалить здоровую конкуренцию. А если ситуация в коллективе совсем уж накалится, откладывайте работу и устраивайте корпоратив с шашлыками и караоке. Соизмеряйте свои силы. Не лезьте на стену почем зря. И почаще уходите напереку. Ведь понятно, что некоторые коллеги могут не просто достать, а прямо-таки из-под земли достать. Если вредненький дедлайнчик наступает вам на пятки, разберитесь с ним скорее. Пятки вам еще нужны. Увидите, совсем скоро вы войдете в привычное рабочее русло. Сослуживцы вернут себе человеческий вид и, может быть, покажут себя с новой стороны. Возможно, они даже перестанут притворяться безголовыми и убегать от ответственности. Опасайтесь тихонь. Они и те еще ловкачи. Подсидят, не заметите. Очередной понедельник позади. Можно смело уходить в работу с головой. Вновь чувствовать себя кирпичиком большого дела, крутящейся шестеренкой слаженного механизма. И предвкушать долгожданный отпуск. Главное, не сломаться в ожидании. Приятной рабочей среды и поменьше вам глюков, работнички.